Как вы знаете, этот год в Якутии объявлен годом содействия занятости, а в Якутске в 2018 год это год новаторства. Нашу столицу сегодня смело можно назвать технологическим городом, лидером в сфере IT и современной инженерии. Недавно команда якутских предпринимателей со своим проектом вошла в число финалистов во Всероссийском форуме разработчиков. С ними встретилась Наталья Колесова. В современном мире информационные технологии играют огромное значение в жизни каждого человека. Благодаря им мы имеем практически мгновенный доступ к любой необходимой информации. 2018 год в Якутске объявлен годом новаторства. Так большое внимание будет уделено развитию креативной экономики, наращиванию человеческого капитала, укреплению сферы IT-компаний. У нас IT хорошо сейчас развивается, поддержка идет. Так что любой начинающий человек, компания, они могут уже начать делать собственные разработки, собственные проекты. Имеются различные конкурсы, субсидии для поддержки начинающих предпринимателей по IT-отрасли. Так что, в принципе, да, каждый человек уже может начать открывать свое дело. Недавно в Москве в технопарке Сколково прошел Всероссийский форум разработчиков. По итогам соревнований проект молодых предпринимателей из Якутии признан лучшим. Ребята разработали проект онлайн-сервиса, который позволяет удаленно совершать покупки. В данное время мы заметили, что многие люди не могут выйти с работы. Находятся, например, если брать конкретно нашу республику, в Улусе, к сожалению, имеется очень мало магазинов. И они не имеют доступа к магазинам, которые находятся, например, в городе. И для этого у них есть способ всего лишь заказать, например, через знакомых, возможно, каким-то таким образом. Это очень неудобно. В данном приложении вы сможете в онлайн-режиме, то есть в прямом эфире, купить в любом магазине города любой товар. Над проектом работала команда из 15 специалистов. Ребята нацелены дальше продвигать его по всей России. Хотим сказать, что на своем примере доказать, что эта система работает. Люди хотят пользоваться, особенно молодые люди. И плюс еще люди, которые немножко ограничены в своих действиях. Они могут пожилые, либо они по каким-то моментам, по каким-то причинам, точнее, не могут выйти. То есть волонтеры могут наняться, там, социальные работники могут прийти как доставщики. То есть люди будут видеть, смотреть, заказывать то, что им необходимо, какие услуги. А волонтеры могут это доставлять им до дома. Якутск уже сегодня является умным технологичным городом, лидером в сфере IT и современной инженерии, генератором развития. Движение вперед, необратимые переменные и активные новации во всех сферах городской жизнедеятельности станут основными направлениями года новаторства.